Но сейчас Максим Ковтун. Борьба в том числе и за золото российского чемпионата и за ту самую единственную путевку на два главных старта года. 25 декабря 2013 года новым чемпионом России по фигурному катанию сенсационно становится 18-летний Максим Ковтун. Юное дарование из Екатеринбурга с четырьмя чистыми четверными прыжками оставляет лишь на втором месте великого Евгения Плющенко на тот момент десятикратного чемпиона страны. Тогда от счастья рыдали все поклонники Максима, в том числе легендарная Татьяна Тарасова. Не смогла она сдержать слезы в 2018-м, когда Ковтун завоевал свое уже четвертое золото национального форума. А вот на международной арене Максим, увы, остался без громких побед. На командном чемпионате мира он дважды финишировал в шаге от первого места. На чемпионате Европы выиграл два серебра и одну бронзу, а вот на домашней Олимпиаде в Сочи не выступил вовсе. Единственную путевку на игры 2014 тренерский штаб сборной доверил Евгению Плющенко. В команде он, конечно, очень помог, а вот перед самым стартом индивидуального турнира снялся с соревнований. Замены делать было уже поздно. Весной 2019 года, после серебра на Всемирной универсиаде в Красноярске, Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Ученик Елены Водорезовой решил перейти на тренерскую работу. В Воронеже он впервые выступил в феврале в рамках празднования Дня зимних видов спорта. А в середине декабря приехал в наш город вновь уже для работы с детьми. С юными фигуристами столицы Черноземья Ковтун занимался на протяжении шести дней. А после окончания сборов мы записали с Максимом это эксклюзивное интервью. Максим, давайте начнем с детей. Вот вы поработали в Воронеже. Можно сказать, что вы сами получили удовольствие от этой недели сборов здесь? Ну, честно говоря, я бы вообще не занимался тем, что мне не приносит удовольствия. Мне нравится обучать спортсменов. Мне нравится, когда от них есть отдача. И, естественно, мне нравится, когда хорошие условия. Здесь мне понравилось все в этом плане. Конечно, хотелось бы побольше отдачи от некоторых спортсменов. Но всегда в группе есть те, кто лидирует и те, кто тянутся. Поэтому здесь было все. И это, и то. Ну, я хочу сказать, что с огромным удовольствием провел этот сбор. Вы рассказывали, что вам тренеры все время говорили, что мы опаздываем, мы опаздываем, мы опаздываем в плане развития. Вот эти ребята, есть ощущение, что тоже опаздывают или еще не все потеряно? Абсолютно точно опаздывают. Потому что в регионах вообще, в принципе, как ни крути, нет спортсменов, которые идут быстрее других. Этого просто нет. Если это было лет 10 назад, это было возможно. Сейчас невозможно. И как ни крути, если сейчас не обращать внимания на регионы, я не знаю, элементарно, тут же там Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток и так далее. Я вот приезжаю, есть очень талантливые дети. Но они талантливые и перспективные, только пока они вот такие. Они вырастают с достаточно неправильной техникой. Из-за того, что тренеры в регионах где-то, может быть, чего-то не знают. Где-то начинают сами экспериментировать. Где-то... Ну, в общем, получается такая некая смесь техник. И выходит так, что ребенок, который повзрослел, он с неправильно поставленной техникой. Переучивать это очень сложно. Очень сложно. И, соответственно, я когда приезжаю в разные города, почти всегда отсутствие техники. Вот первое, чем я занимаюсь, начинаю прямо с базы. Потому что бесполезно приезжать и там что-то объяснять, напрыгивать. Какие-то прыжки высокооборотные и так далее. Делать вид, в общем, работы. Как нас там любят некоторые работники в разных сферах. Я помню, что, например, странно, что сейчас этого нет. Но вот я помню, Казань, школа в Казани, школа в Екатеринбурге. Вот в какое-то время, когда я там, Лепницкая катались, еще в Екатеринбурге маленькие. Мы в одной группе были. Нам достаточно грамотно выставляли технику. Но в каких-то моментах все равно мы самородки. То есть что-то мы самоучки в чем-то. Это тоже свои такие неприятные нюансы в моем случае у меня были. То есть там потеря в некоторых моментах стабильности. Какие-то вывалы из круга. Четверной прыжок, допустим, как русская рулетка. Зайдешь, получится, не получится. У других это было более стабильно, выстроено одинаково, одинаково. Но там не было такой крутки или такого прыжка, как у меня. Соответственно, я здесь чуть-чуть сильнее, а тут слабее. И вот должно быть, если бы у меня была техника выстроена. Словно говоря, если бы я у Миши накатался всю жизнь. Не с 12 до 13 лет, когда он меня заметил после хрустального конька. То техника была бы намного стабильнее. Если бы я сразу с детства в грамотных руках. Когда ты кочуешь, там позанимался, тут сам подумал, там, там, там. Как сейчас дети. Многие особенно любят менять тренеров родителей. Попробовать там, ой, не получилось, тут попробуй. И вот когда они начинают от одного тренера к другому бегать, вот эта солянка получается. Спортсмен напоминает Франкенштейна в технике. Поэтому такие моменты, конечно, надо исправлять. Я думаю, лучше в регионах по классической школе работать. Тут будет больше шансов, чем понахвататься всего по чуть-чуть. А по характеру, по целеустремленности эти дети другие, вот, нежели были вы в свое время? Да, они очень ленивые. Ну, говорю, как это связано, Максим. С чем связано? Ну, во-первых, как бы, это коммерческая школа. Частная, я не знаю, как объяснить. Все равно немножко другой момент. То есть, если государственная школа, там тебя берут за талант. Тебя берут или тебе говорят, до свидания. Разговор короткий. Также, если ты не выполняешь что-то, то есть, никто не обязан к тебе подходить. Ты можешь целыми днями кататься один, никому не нужный. То есть, родители не подойдут, не скажут, что же вы не обращаете внимания. А вам не нравится? До свидания. То есть, разговор очень короткий. Москва, Питер, где высокая конкуренция, естественно, дети борются за свое место под солнцем. Естественно, они по-другому слушают тренера. Естественно, они за каждый момент внимания борются. Хотят его. И хотят реализовать этот момент внимания, чтобы его было еще больше. Чтобы идти вперед. Они смотрят друг на друга, конкурируют. То есть, такое начинается, как в одном аквариуме пираний. А здесь, к примеру, Родители нам могут позволить себе стоять на лиду, смотреть тренировки. Дети отвлекаются, думают о чем-то другом. Пытаются угодить родителям. Тренеры пытаются угодить родителям в чем-то. Это во многих регионах такая ситуация. А в столицах Москва, Питер? В столицах родители. Если только сам тренер скажет, если что-то скажет тренер, это родители делают. Какой-то самодеятельности, каких-то вопросов вообще в принципе быть не может. Никаких лишних движений. Вы приводите ребенка, если он слушает, если он талантливый, он работает, у него результат растет за счет конкуренции, за счет грамотности тренера и так далее. За счет правильно выстроенной команды. Ну, к сожалению, люди тоже должны зарабатывать деньги. Бесплатно никто не будет работать. Ни один тренер. Тем более, это реально очень-очень сложная сфера деятельности. Естественно, родители платят деньги. Родители хотят видеть, ой, я хочу вот так, я хочу вот так, я хочу вот так. Начинают свои хотелки включать, не понимая, что они мешают детям. Мешают тренеру развиваться. То есть, вот смотрите, вот элементарный пример. Представьте, родители на льду, смотрят тренировку. На протяжении всего часа к их ребенку тренер ни разу не подошел. Что они делают? Они подходят. Ой, почему мы там платим, там еще что-то. Окей. Берем московскую школу. Есть лидеры группы, с которыми больше занимаются. Есть те, кто тянутся. И они должны тянуться. Именно должны. Если к ним подойдут, они начинают расслабляться. Они должны тянуться за этим вниманием. Они должны тянуться за лидерами группы. Должны быть злыми. Грубо говоря, по-своему. То есть, родители не могут понять, что вашему ребенку не нужно, чтобы я к нему подходил. Этому ребенку нужно, чтобы я на него вообще не обращал внимания. Ну, то есть, делал вид, что я его не вижу. То есть, всякие такие моменты, даже психология, она идет в тренерской деятельности. Ну, на высоком уровне. Я сам через это проходил в одной из групп. Что меня просто в упор не замечали. А я лучше в группе. Ну, такое было. Я потом понимал, для чего это. Но меня это и злило. Я начинал еще сильнее стараться. И это приводило меня к результату. Если бы моя мама подошла или папа сказали, какого лешего, то этого бы не было. Вот элементарно такие моменты. Родителям это объяснишь, не объяснишь. Они хотят... Каждый видит в своем чаде самого лучшего. Естественно, это нормально. Каждый хочет для своего ребенка всего самого лучшего. Но порой получается так, что родители начинают своим излишним вниманием вредить спортсмену. Сами этого не понимая. К вопросу о тренерах. Можно ли вспомнить какой-то из вашей карьеры разговор с тренером? Не важно, там, Елену Германову, Татьяну Анатольевну, кто угодно. Разговор, который вот чуть ли не дословно помните, настолько он важен был и, может быть, в какой-то степени сыграл роль в вашем становлении? Это нужно сейчас... Это нужно повспоминать. У нас разговоров было очень много. Естественно. Вообще, чуть ли не 24 на 7 все вместе жили. Вы знаете, бывает такое, когда что-то надо вспомнить, а этого так много, что ты не можешь ничего вспомнить. Вот сейчас, наверное, что-то из этого... Я вспоминаю так отрывок из этого разговора, из того, из того, из того, из того. Так бы не смог отметить что-то такое. Каждый разговор, да, какой-то серьезный, он... Это был либо после хорошего старта, либо после плохого, неважно. Но это был именно такой момент в моменте. То есть, не знаю, его выделить как какой-то особенный. В каком-то возрасте при каких-то результатах был такой-то разговор, там-то, там-то, такой-то, такой-то, такой-то. Поэтому, ну, помню, что вот на Чемпионате мира случилось... Ну, это даже не с Тарасовой или с Водрезовой. Это почему-то мне запомнилось с Петей Чернышевым. Вот он мне так как-то очень грамотно... Я хотел сниматься, безумно хотел сниматься после первого провального дня Чемпионата мира. Вот. А у нас было три четвертых там в произвольной. Мне как-то дал так понять, что, слушай, ну, что терять? Вот, я, конечно, у меня что-то там болело, я какую-то травму получил... Сам больной весь мне было... У меня было безумно плохо, я помню. Что-то у меня было не так. То есть я прям говорю, я не смогу докатать программу. И меня как-то он так настроил. Мы сидели в скейтинг-лаунж, ну, где там кофе, закуски, там, все такое после первого дня. И он мне дал понять, что я докатаю. То есть каким-то таким образом. И дал понять, что как сказать, я вышел, короче, как на тренировке. С полным спокойствием, я откатал очень хорошо программу, при том, что я умирал просто после первого элемента на тренировке на следующий день. Как это произошло, не понимаю. Ну, вот как-то дал мне понять, что смогу сделать. И мы тогда попробовали, я понял, что могу делать. Это году в 2014-м, а не в 2014-м, это все хорошо было. Это вот 15-16-е, что-то там вот такое, когда вот такое плавочное состояние у меня было. Ну, вот такое первое, что пришло в голову. Хотя таких моментов было очень большое количество. А первая встреча с Тарасовой. Мне очень интересно, боятся спортсмены первого разговора с Тарасовой, первой тренировки с Тарасовой. У нас был такой момент, я еще катался в Екатеринбурге, но я уже в 12 лет выиграл чемпионат России среди малышей и СНГ. И меня начали приглашать туда-сюда смотреть, как-то тренеры. Я к Мишину вот ездил, потом так федерация делала такое, я не знаю, сейчас, по-моему, такого нет. Но я не знаю, точно не могу сказать. Они собирали детей талантливых с регионов и оплачивали, естественно, их. Откуда у нас деньги? У нас ни у кого нет денег. Нас оплачивали полностью, то есть нас привозили в Москву, в Новогорск, на Олимпийскую базу. Мы там жили, еле питались, тренировались каждый день. А на тренировки к нам приезжали разные талантливые люди из фигурного катания, в том числе и какие-то спортсмены, которые титул... Это очень круто было. Потому что мы приезжали, региональные дети, которые более-менее там что-то добились. Во-первых, как у меня было. Я в своей школе был один, ну, по уровню. И это тебя расслабляет. Когда ты приезжаешь, и ты видишь, что ты далеко не лучший, и тебе вообще надо расти, 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 ты начинаешь расти. И амбиции, амбиции дают этот рост. Представляете, мы приходим, приходит Тарасова, и нас, ну, детей 35 на льду. Каждый хочет себя показать. Начинается вот это приятное, это в хорошем смысле слова, грызило между собой. И все начинают конкурировать, что-то, ну, начинаются какие-то, открываются такие способности, которые ты сам не знал, что у тебя есть. И я помню, что она меня все время начала отмечать, отмечать вот тогда. Но я ее вообще не боялся, я даже волнения не испытывал. Мне она какая-то такая очень сразу родная стала. То есть, я чувствовал от нее такую настоящность, как будто такая, даже периферийная. То есть, как у нас бывают там простые люди. И она была такая же. Вот, мне было очень большое удовольствие всегда работать с ней, когда я был маленький. И она меня выделяла, все равно видела меня. Еще Виктор Николаевич Кудрявцев там с нами постоянно. Вот он на постоянке работал. А раз его была иногда приезжала посмотреть там. И это было здорово. А первый раз, когда она меня отметила, это был первый чемпионат России, 15 лет. Я еще из Екатеринбурга до сих пор. Ой, 14 лет. И я приехал, это было для меня огромное событие, мы же по телевизору показывали. Я там, когда узнал, был так счастлив, в Екатеринбурге, когда мне сообщили, я сказал, все, идем на тренировку, я сейчас прям мне надо готовиться. Не вылазился, готовился, очень достойно выступил. И она вот как раз таки об этом сказала. Нам больше всего запомнилось не само выступление, хотя я очень хорошо выступил, а ее комментарии. мальчик, посмотрите, какой, с тройным акселем, с высокими красивыми прыжками, из деревни, какие у них там условия, я знаю, у них нет условий. То есть она вот такие вещи говорила, посмотрите, там на каком уровне. Тренера моего отметила и так далее, в Ветсховску Марину Владиславовну. Ну и потом, потом Николай Морозов, сезон там, и все, я попадаю в ЦСКА. Туда, где я должен был изначально быть. Туда, где меня тянуло, кстати, с самого детства. Я всегда хотел быть в ЦСКА, всегда в Водрезвый. Но, к сожалению, тоже, кто послушает маленького ребенка, что он понимает? Я сам не знаю, откуда это у меня в голове было. Я хотел в Москву, в ЦСКА, в Водрезвый. Она мне всегда вот нравилась, не знаю почему. Но вот пришлось пройти много всего, чтобы попасть к ней все-таки. Слезы Тарасовой после проката, произвольной программы на России. Я прямо сейчас вижу эту картину. Наверное, оно для спортсменов очень дорогого стоит, для фигуристов. Я даже вышел потом к журналистам, журналисты плакали. Взять на сколько был трогательный момент, я даже не понял, что происходит. Журналисты-то почему ревут? А там девочки... А Елена Германовна плакала? На картинке не было, мне кажется, слез. Ну, она может... Другой человек, да. Нет, она может разрыдаться, может не разрыдаться. Но она, мне кажется, была... как сказать... Она понимала, что это возможно. Она же была со мной два сервиса семья. Она видела, что я на тренировках был сильнее. Но это откровенно сильнее. Просто на много. Много стабильнее, увереннее. Я сжирал всех в какой-то степени. И Женю тоже. Потому что с Элементарным там какие-то моменты были. Он с мячиком разминается, я захожу в зал, у него все из рук выпадает. То есть, такие тоже моменты все. Это мне потом уже рассказывали тренеры, они же за всем следят, я-то в себе. Вот. Энергетически тоже вот это все оно работало. И поэтому, я думаю, у нее не было такого дикого шока. Она была... Ей было очень радостно и приятно. Но вот когда, например, сотникова выигрывает, и она понимает, что ничего себе, это другие эмоции. Да. А здесь все равно это предполагалось, что это в теории возможно. Маловероятно, но возможно. Может быть, поэтому. Но Тарасова плакала, наверное, потому что вот как-то заметила, тоже увидела. Такой путь тоже проделали вместе. Со мной и на старт ездила. Хотя уже там ни с кем, никуда не летала. Со мной в Германию летала. Но много что прошли. И, конечно, это был очень такой приятный момент, знаменательный для меня. Но неужели вот после этого проката не появилось ощущение, что вот любые горы теперь по плечу? Да, так и было. Так и было ровно до того момента, пока с Олимпиадой не случилось вот этого облома, по-другому назвать. На чемпионат мира еще я на каких-то остатках в Лосте выступил хорошо, стал четвертым. На дебютном чемпионате мира. Не, не, не дебютный. Дебютный у меня был как раз этот провальный, который мы не должны были ехать ни в коем случае. Вот это вот мы потом возвращались к этой теме. Это, конечно, была прям ошибка-ошибка. Если бы нужно было что-то поменять, вот это бы точно поменялось. Вот это бы мы удалили, потому что я, во-первых, там и подслонился немножко, почувствовал, что это такое сразу взрослое катание, когда этого не нужно было делать. Я такую уверенность обретал в себе. Я выигрывал на 20 баллов всех этих американцев, японцев, просто разрывал на финал-грампри и так далее. Все юниорские старты. Мы могли поехать на чемпионат мира среди юниоров. Легко выиграть, быть чемпионом мира среди юниоров, в прекраснейший провести юниорский сезон с одними победами, сплошные победы. И вот на этой уверенности начать раскачиваться под Олимпиаду. А вот здесь такой вот небольшой провальчик случился. И тогда соцсети только начинали развиваться. И вот я вот словил, наверное, один из первых, да, по-моему, первый вообще, кто я словил дикий хейт со всей страны. Сейчас, если люди уже к этому адаптированы, с детства их уже обучают. Привычные уже к этому, да. Тогда это было что-то дикое, как будто мир сошел с ума. Я вообще не понимал, что происходит. Вообще обо мне на каждом углу говорят. Плюс, что и фигуристы там подогревали тоже интерес к этому. Вот это я бы, конечно, не стал делать. Но я помню разговор. Типа, ну, зачем нам ехать на чемпионат мира? Ты помнишь хоть одного чемпиона мира среди юниоров? Нет, не помню. Ну и не поедем. Поедем сразу. Чем быстрее, мы опаздываем, мы опаздываем. Чем быстрее, тем лучше. Ну вот, поехали. И ни к чему хорошему это не привело. А участие в универсиаде была ошибкой? Да нет, не сказал бы. Ну, это был такой для меня рядовой старт. То есть я к нему хорошо готовился, но не было такого невероятного внимания к этому. Просто поехал, просто выступил. Все. Ну, точка-то в карьере получилась непобедная. Да, получилось так. Но, но как есть. Так как есть. Все равно получилось хорошо и красиво, как я хотел. Поэтому на тот момент, как я хотел, я думаю, что теребить прошлое. Я сейчас получаю наслаждение от жизни. Куча... Ну вот, я скажу так, по Фигуре Мактанию сейчас, как спортсмен, я не скучаю. Нет такого, что меня какой-то несбывшиеся мои амбиции меня терзают и так далее. Не на секунду, не на одну секунду. Даже, когда я был на стартах каких-то и так далее, а я слежу за фигурным катанием. Даже первое время после того, как расстался сожжен на первое время, нет, в последнее ни разу, ни на одну секунду, ни на одну минуту не было такого, блин, вот, блин, заря, вот хочу, нет, вообще нет. Я понимаю, что реально выжил все соки, мог бы лучше, могло бы лучше сложиться, какие-то бы моменты где-то, ошибки бы не допускал, но блин, это реально жизнь. Все допускают ошибки. У меня они такие были. Я понимаю, откуда я родом, где я рос и какая могла быть у меня жизнь. И, как бы, я склонен к тому, чтобы благодарным за то, что у тебя есть и ценить то, что ты имеешь. Что бы ни было, а я много, у меня много чего есть. А самая главная гордость Максима Ковтуна, по его же собственному мнению. Да я горжусь вообще этим, кажется, что я прошел этот путь. Я горжусь тем, что меня заметили, то, что я горжусь тем, что я после этого всего остался собой, максимально собой, я вообще не изменился. Я поумнел, я стал более рассудительный, может быть, поумнел, по-другому не сказать, это в каких-то вещах, не то, что я там сейчас умничаю. Просто я дико благодарен этому виду спорта за то, что воспитал меня, сделал адекватного парня. Вот я даже за это очень благодарен. Есть куча открытых дверей, сейчас куча возможностей, перспектив. Живу, наслаждаюсь жизнью и самое главное, сейчас в таком свободном полете я выбираю, куда мне. До сих пор выбираешь? Я буду выбирать долго, я хочу выбирать как можно дольше. Я работаю в шоу-навке, у меня есть мастер-классы интенсивные, сборы, съемки, индивидуальные занятия, то есть у меня график, я могу, захочу работать, я могу работать 24 на 7, захочу отдохнуть, я беру и делаю себе отдых. Но, опять же, все вот эти вещи, которые я сказал, которые я перечислил, они являются таким временным вариантом, понимаете? То есть нужно будет что-то выбирать одно, по какой-то дороге идти. Но зачем мне сейчас выбирать, если, например, я сейчас планирую очень масштабный проект сделать в своей жизни, про который я никому не рассказываю, естественно, я сейчас ни слова не скажу, даже в направлении каком, но это будет новое для меня амплуа. Зачем мне куда-то привязываться, какую-то брать на себя ответственность, чтобы потом с этим не справиться. Поэтому я сейчас в свободном полете, как бы, но вся моя энергия, сейчас моя цель направлена на конкретно мое дело, чтобы делать, чтобы работать на себя. Поэтому посмотрим, как будет. В любом случае, жизнь вертеться, крутиться, пробовать что-то новое. Мне это очень все интересно. Я бы не хотел, наверное, жить по инструкции каждый день, а вот хотел бы развиваться в разных областях. А из прошлой жизни кто для тебя лучший советчик вот сейчас? Елена Германовна? Елена Германовна, да. Мы с ней, конечно, на связи. И даже интерно-потренерской деятельности я могу что-то узнать как на Луце исправить ребро. Раз мне два видео прилетают с упражнением, которое она попросила, мне исполнили и все объяснили по полочкам. Я это раз себе взял. То есть селентарно даже делится тренерским опытом постоянно. Первое время я приходил с дневничком, когда я закончил карьеру, я приходил с дневничком на тренировки. Мог бы где-нибудь тусить, мог бы гулять. Я приходил с дневником на тренировки и записывал все моменты, которые я хочу себе в заметке записать, в том числе психологически. Я смотрел на то, как со стороны я же никогда не обращал внимания, как со стороны ведет себя тренер с учеником. Я же приходил и выполнял свою работу. А здесь я делал какие-то отметки о том, как себя тренер ведет с учеником, как он смотрит на то, как вот такие психологические моменты записывал, какие-то упражнения, какие-то мысли, которые меня посещали. И пользуюсь ими по сей день. В режиме Блица. Лучший фигурист всех времен и народов? Можно двух. Давай. Ханю Чен. Кто сильнее на данный момент? Чен. Тренер, с которым ты никогда не работал, но очень бы хотелось поработать? Тот Беридзе. Но ты же ведь не в шоу пересекаешься, или это совершенно разные вещи? Ну, мы пересекаемся никак, не в этом плане. Не в этом плане. Конечно. Не в этом плане. Как-то я даже не знаю, как ее отношения назвать. Дружеские, нет? Какие-то дружеские, да, но она больше как с материнской какой-то точки зрения. Не знаю, может, старшая сестра. Я не знаю даже, как... Теплые, хорошие отношения, дружеские. Где-то прикольнуться можем, где-то посерьезнее что-то. Ну, в целом, хорошие. Меня она симпатизирует, как человек. Если бы создавалась видеотека, классика мирового фигурного катания, каждый фигурист мог направить туда только один свой прокат, только одной своей программы. вот в эту золотую коллекцию. Я, извините, я сейчас думал о том, с кем бы я хотел поработать. Я бы еще очень сильно хотел проводить с Мишиным. Вот с Мишиным я бы очень хотел даже вот посидеть на его тренировках, просто послушать. Потому что я помню, что это реально профессор. То есть там до миллиметров все высчитано. Это вот очень интересно для того, чтобы развивать технику как технический специалист. Лучшая твоя программа, которая достойна включения в энциклопедию мирового фигурного катания? Я бы назвал первого катера Чайковского в 14-м году. Блин, у меня несколько вариантов. Я бы назвал Фламенко, потому что мне так нравилась эта программа. И Кармен последний, который у меня был в 19-м году. самый счастливый день в жизни. Так, 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 так. Вот, два чемпионата России. 19-е и 14-е. Это вот такие прям очень запоминающиеся для меня моменты. Наверное, да. А самый тяжелый, который хочется вычеркнуть и забыть раз навсегда, но который так или иначе все равно вспоминается? 2016-й год, чемпионат мира, когда я катал Бетховена произвольную. Что там пошло не так? Вся программа, вся программа пошла не так. Просто полный психологический срыв и желание все бросить прямо во время проката. Вообще ужас, кошмар был. Ну и, собственно, после чего я ушел от Водорезовой и вернулся через год. Для нее подвиг, то, что она приняла вас обратно, по крайней мере, так Тарасова говорит. Ну, это она правильно сказала. Только вот великие люди могут тут простить такие вещи, которые я всегда любил и уважал людей, которые на первое место ставят дело, а потом уже эмоции. Тарасова всегда, вот всегда в этом плане она была как мужчина. Вот эта вся вода ей неинтересна. конкретно дело. Могли все там поссориться, материться, плеснуть там все, все что угодно. Все, успокоился, погнали работать. Никаких лишних эмоций. Вот это было супер здорово. Все выплеснули все, негатив, и дальше по делу. Это здорово. В этой программе у меня последний вопрос для любого героя одинаковый. Давай представим, что я юный паренек, 5-6 лет, может быть, чуть старше. Я встречаю вас на льду и говорю, я хочу стать вторым Максимом Ковтуном. Хочу добиться таких же высот, собрать такую же коллекцию медалей. Что мне нужно делать, как мне нужно жить, чтобы хотя бы до этого уровня дотянуться? Изначально нужно не хотеть быть как кто-то. Это прям 100%. Нужно развивать свой стиль. Если это ребенок, конечно, я ему там серьезно прям не отвечу. Я сказал бы ему, будь самим собой и не делай вид, что ты слушаешь тренера, а реально попробуй послушать. Это правда работает. Наверное, вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин